Ехали с мужем И думаю, муж мой, давай включим нашу камеру, нашу подружку и присоединимся к нашим друзьям, продолжим наш путь вместе с друзьями. Так и сделали. Так что, если предыдущий влог смотрели, знаете, где мы были, зачем были, за что были. И сейчас возвращаемся домой по дороге. Останавливаться будем или не будем? Два часа ехать. Может быть, остановимся немножко, потянемся, потом обратно. И еще вспомнила, что вы очень любите, когда мы снимаем нашу встречу со соскучившимися детьми. И мужу говорю, давай снимем. Потому что думали, сегодня уже пойдем и отдохнем. Ничего не будем делать. Так думали, по крайней мере. Так что передумали. Мы с вами, вы с нами едем домой. Дома немножко с вами поговорим туда-сюда. Вещи по местам разложим вместе с вами. И продвинемся вперед. Хорошо сказала все. Не знает. Он подумает об этом. Субтитры сделал DimaTorzok Ехали, ехали и доехали. Пока доехали, потепнело. Трафика много было. Или пой, или разговаривай. Это вы разговариваете. Это вы говорите. Ох, холодно у нас. Арам. И бежим домой. Ох, холодно у нас. Ох, холодно у нас. Ох, холодно у нас. Я вам покажу. Где ты? Я тебя люблю. Я купил тебе сюрприз. А ну сейчас. А ну сейчас. А ну сейчас. А ну сейчас. А ну как? Я купила тебе раузберрии Гарит, ты мне игрушки не купил, но я тоже был хорошим мальчиком Слингшот, но не двоих родственников Да, прекрасно Но ты только что ему дала оружие Еще один марвел рейс Давай А это для тебя, Армджан У меня есть что-то очень много Никто не понимает, что я тоже не понимала Что это? Это Слингшот, только на Карном Аутон Что это? Плюс Ари Хэле Что это? Эти я тоже люблю Я люблю это Я люблю это Ты помнишь это? Я люблю это Я люблю это Любят они это Иногда я тоже люблю Когда дети перестают уже забавляться играть этими Я сама тоже пробую Мога смотрят эти марвелы Они очень огромные Завернулись Ничего не имеют Ничего не имеют Возвращаемся Ничего не имеют Ничего не имеют Развеляем Возвращаемся Справа Я люблю Ничего не имею Мальчика, тоже на миску пацаны. И марблеры. Хорошо. Посмотрите. Это наш пакет. Что это? Это огромное. Вот так. Значит, из магазинов, где попекало платье. Подождите. Купила такую большую. Деревянная. Бамбука, по-моему. Или деревянная, она сказала. Очень хорошего качества. Тарелочку. Было 35 долларов. Заплатили. Так плохо написано. 13. И все там у них по скидке было. Потому что, наверное, хотят магазин закрыть. И как раз. Ой, это купила. Эту тарелку. Я даже не знала, у них в тарелке есть. Сказала, это очень хорошая тарелка. Я поверила. Надо помыть. Красивая, да? И материал, сказала, очень хороший. Японский. Не знаю, что-то в этом роде. Очень похвалила эту тарелку продавщица. Значит так. В этой тарелке что положить? Много чего не купили. Потому что не было хороших. Ни фруктов не было. И сезон фруктов, сказали. Овощи купили. Можно как-то овощной натурный устроить до завтрашнего утра. Потом завтра в холодильник все упрячу. Это очень хорошая тарелочка для малины. Это золото для малины? Нет. Это очень вкусно. Эй, ребята, откройте. Мы пол пачки съели без бактерий. А детям нельзя с бактериями. Видите ли? О, это капуст. Тут спитную, дочке надо показать. Я такую не покупала никогда. Подождите, если смогу вынуть из... Вот, местами она фиолетовая, смотрите. Красивая, да? На эту можно просто смотреть. Наверное, это в духовку можно положить. Специи, масло туда-сюда. На несколько минут в духовку. И вынуть, насладиться. Я так думаю, можно приготовить. Это сюда. Наш подарок всю дорогу. Муж меня вспоминал. Ну, человек решил нам лук подарить. Чем богаты, тем и рады. Эти редиски очень вкусные. Что еще здесь поместить? Польше ничего, думаю. Может, это тоже. Красивый такой натюрморт. Очень любим овощные натюрморты на столе. Но они долго не задержатся. Окей, а вон ты голоден. Что-нибудь приготовить. Что-нибудь такой коротенький. Маленький что-то приготовлю. Много апельсинов купили. Потому что, сказала, они очень сладкие. Я подумала, сок сделаем. И очень много сельдерей купила, чтобы сок сделать. Думаю, неделю пробежусь на соки сельдеря и петрушку надо еще использовать. Но это потом. Но мне не попробовала. Там с ума не сошла. Но дети любят. Утром собрали, сказал. Еще в холодильник не клали. И это и малина. Так что, ягоды хотя вкусные будут. Окей, Арамджан убираюсь. Собираюсь. Что-нибудь вкусное готовлю. Садимся. Потом детей искупаю. У меня такая не то что привычка. Когда куда-то езжу, потом возвращаюсь. Обязательно мальчиков должна искупать. Не знаю. Пока он полезен у меня. Хочу вам что-то показать. Значит, оставила одно тесто не в том холодильнике. То есть, у меня два холодильника в гараже. Один очень холодный, почти как морозильник. А другой обычный холодильник. Оставила не в том холодильнике. И она так совсем вышла. Overproofed. Такое тесто уже не может как бы подняться, когда испекается. Потому что видите, уже пузырек был и упал. Так что пеку хлебушек. Но не знаю что получится. Почти три с половиной дня в холодильнике было тесто. Посмотрим, что получится. Приготовлю салат из русского красного кейла и обычного кейла. Туда положу еще петрушку и гинзу. А где это? Еще сделаю салат. Ну, не салат. Сатей. Это просто в кастрюльку положу молодой брокколи. Соль, перец, чеснок. Может имбирь немножко. И масло оливковое. И будет очень вкусное что-то. Быстрый ужин сделаю. Мальчики пасту хотят. Что-то новое хотят, наверное, попробовать. Мы уже гречку разогрела. Хлеб печется. Думаю, такой большой пер не будет. Старшие не хотят ничего есть. Что еще готовим? О, маленький салат сделаю. Это молодая брокколи или молодой брокколи. Не знаю, какого рода брокколи. Просто так. Вкусно-вкусно. Эти стебли хрустящие, нежные и очень сладкие. Так жаль их парить. Но, думаю, так кроме меня бы уж никто это не съест. Эти трудно. Для меня, по крайней мере, трудно просто так. Не очень трудно, но приятнее, когда они с маслом, с чесноком вкуснее. Но вот эти части. Ммм. Видите, какой свежий. И хрустящий. Ммм. Быстро поспорю. И с мальчиками ужин будет. С маленькими мальчиками. Месло добавила. Совсем чуточку. Я сварила. Не сварила. Оп. Вот пусть оно зайдется. Тогда уже мою. Сколько воды там осталось. Столько и хватит обычно. Если не хватает. Суточку. Воды добавляю. Я чеснок хочу голыми руками почистить. Погистить и порезать. Наверное, вот такие большие куски сделаю. Потом выну. Ну, если вы любите их есть, можете съесть. Ммм. Плох, хватит они большие. Крышкой закрою. И там потушится несколько минут. Долго тушить не надо. Как ослабнуть, уже хватит. И свежим лимонным соком. Сверху еще немножко extra virgin olive oil. Оливковое масло первого отжима. Которое жарить нельзя. Добавлю и все. И свежий черный перец тоже туда. Немножко соли. Перчику. И попушу. Коши. Сетство надо ребенка учить. Идничка надеть. Это ты играл и ребенка учил, как этим пользоваться. А вам другую игрушку разобрали. Вот эту. Ты понял это про что? Нет. Нет? Вот и результат продержанного теста. Overproof. Когда слишком много теста остается в теплой температуре. Уже как будто все силы дает на возвышение. Уже в духовке оно опускается. Обычно храню в очень холодной температуре. Тогда оно просто ферментируется и не поднимается больше. Но в этот раз, не знаю, что меня толкнуло в тот холодильник. Что-то меня толкнуло. Окей. Я думала с этим тестом спешила, не дала время как будто подняться столько, сколько должно было подняться. Я поставлю в тот холодильник. Но не натрижет меня девочка моя. Это вы говорите мне. Так что, но такой хлеб тебе понравится. Он любит кислый хлеб. Почему у хлеба кислый вкус? Когда продерживаете долгое время. Ему нравится и есть маньяки, которые любят кислый хлеб. Если не кислый получается их саульдо, они недовольны. Ну да, от продержки обычно получается кислый вкус. Даже если закваску в теплом месте. Слишком долго будете проращивать в теплом, в теплом все время. Тоже кислый вкус. Поэтому, когда кислит закваска, почти больше половины надо вылить и прокармить свежей мукой, свежей водой. И кислый вкус пройдет. Окей. Это был про хлеб. Репортаж. Пусть остужается. О, здесь забыла, что что-то печется. Окей. Время есть. Салатик сделаю. Укроп. Восточке только видим салат. Там два вида кейла. Укроп, петрушка. Нет, петрушка, кинза. И кейл. Масло добавлю. Лимонный сок. Соль, перец. Готов. Это укроп. Ну, почему я сегодня кинзу называю укропом? А этот продавец говорил. Однажды попробовал продать такую крупную кинзу. Всем так понравилось. Говорит. Люди любят крупную кинзу. И люди еще любят baby свеклу. Маленький такой. Но это хорошо для маринования. Это просто прекрасно для маринования. Мариновала. Поищите. Гене. Свеклу найдете. Это как раз для маринования. Ну, просто так. Думаю, это слишком маленький размер, чтобы в борщ класть. Или салат можно приготовить. Просто так целиком поджарить. Или испечь в духовке. Это петрушка. Познакомьтесь. Да, петрушку тоже давайте. Сейчас большую выращиваю. Потому что людям нравится. Большие размеры петрушки и кинзы. Людям уже не известно, что им нравится. Нечего больше думать. Размер петрушки или кинзы. Нравится, не нравится. Маленькую порцию сделаю. Сделаю. Лиль, салат. Утель, уэс. Да? Очень черствая зелень. Это кейл. Но говорят, магическая. По полезности. Я не очень люблю. Но употребляю. То есть иногда нравится, иногда не нравится. Есть сорт, который не нравится. Этот более-менее хороший. Есть такой слишком уж черствый. А вот этот не помню, чтобы пробовала. Или пробовала, забыла. Не знаю. Что-то в этом роде помню. Но что звали кейл, это не помню. Это более нежное и вкусное. Ммм. Очень вкусное. Думаю, чесночный маринад к этому подойдет. Дрессинг. То есть масло, чеснок, соль, перец и лимоновый сок. Такой вкусный был. Надеюсь, вдохновляю людей. Такую вкусность почаще кушать. Это там просто чуточку соли как бы посыпать и съесть. Очень вкусно. Русская красная кейл. Кто бы подумал, если вы не знали, что есть русская кейл. Я не знала, как те цветы арменику мускари. Они арменин мускари называют. Я тоже это не знала. Век живы, век учись. Как говорили дедушки и бабушки. Это паста для детей варится, парится. Легко и просто, да? Но они на этом очень счастливы, растут. Слава Богу, здоровы. Они никогда не болеют. Думаю, это от пасты. Как вы думаете, мамочки? Но они едят очень много ягод. Ягоды и фрукты тоже любят. Бегу за маслом. Снимаешь? Я не знала, что снимаешь. А то бы сказала, как это вкусно. Хамов минс вкусно. Немножко масло хорошее, оливковое. Никому не помешает. Четочку соли. Тоже не помешает. Перчик. Это сломался. Нехорошо точить. Лимончик. Ох, чеснок надо было вместе с заправкой замешать. Уксус. Еще немножко. Бальзамический уксус тоже хорошо подойдет к этому. Думаю. Смешно. 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 Знаете, что можно сделать? Вот он. Смешно. Крупный соль. Дети положили сюда и с этим измельчили. Умные дети. Ну. Можно сюда положить чеснок. Чуточку скрошить. Потом масло. Лимон. Большой маринад можно сделать, потом в холодильник класть и употреблять. Это чтоб косточки туда не попали. Чуточку масла. Надо было в этом сделать заправку. Перца много не бывает черного. Что еще нужно было сюда? Чили, наверное, какой-нибудь, но не хочу делать острый. Кусочки, когда увижу, удалю. Но зато вкус прибавится. Не прибавится. Добавится. Берем один чистенький и прочистим. Прочистим. Замешиваем салат готов. Сложим. Хочется. Можно было помидорчики туда, может быть огурчик, но нету у нас ни помидорчиков, ни огурчиков. Наш продавец помидоров, но помидоры сейчас даже не в сезоне. Не было помидоров. И продавца не было помидоров. попробую запах какой хороший чесночный зеленский держитесь будет большой кусок не сомневайтесь очень вкусно я могу на этом жить ну и хлеб должен быть рядом это пусть немножко пропитывает масло посмотрим на этого это на мелком-мелком огне тушил видите уже смягчился выключил не хочу чтобы сильно сварилась сверху масло полью можно дальше бальзамический сверху полить чуточку для кислого вкуса на вкус попробую салат такой вкусный проще простого это самое вкусное даже подумала надо было немножко оставить и этого тоже добавить в салат в этот уже поздно на вкус пробуем и цветочки такие прекрасные уже закрылись вкусно пробуем пасту соли забыла добавить выключаю две минуты так останется почищу и посидим ужин сделаем вот сюда хлебушек о еще купили наверное видели мед купили в сотах а вам знаешь что еще откуда а бритка на и форума окей нашла спасибо что помог найти хлеб воздушным не будет но очень вкусно не то что паспорт воздушный видите такой легкий приятный но как бы расширился не поднялся потому что все что мог уже холодильник и поднялся все силы иссякли заказала пшеницу идем забирать послезавтра такой хлебушек приятный заказала Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok